Друзья, всем привет, Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Давайте разберем, что же у нас все-таки происходит с биткоином, потому что уже паникеров развелось выше крыши, у всех уже полет чуть ли не к нулю, поэтому давайте разбираться. На данный момент, как локально, так и глобально, я все-таки рассматриваю восходящее движение. Но сейчас буду обосновывать свое мнение. Начнем с вами с дневного таймфрейма. Мы можем с вами наблюдать явный рост объемов каждый раз, когда график цены у нас приближается к уровню 3400 долларов. При этом хотел бы обратить ваше внимание на то, что я беру крупный таймфрейм, а степень надежности при прогнозировании на крупных таймфреймах гораздо выше. Если рассматривать четырехчасовой график, то можно наблюдать сетап на рост к уровню 3500 долларов, 3570 долларов плюс-минус. Рассматривая локальную ситуацию, на данный момент, вряд ли мы пойдем выше, потому что те объемы, которые есть на данный момент, они не настолько экстремально велики, чтобы преломить данный уровень. Но, по крайней мере, отскок от текущих цен к этим уровням я сейчас рассматриваю с наибольшей вероятностью. Рассматривая глобальную ситуацию, думаю, многие паникеры, которые сейчас топят за то, что биток пойдет вниз, рассматривают вариант формирования паттерна двойное дно. Но я с этим не согласен по двум причинам. Первое. Если бы мы с вами отыгрывали данный паттерн, то 27 декабря мы бы с вами уже пошли на ретезна. А по факту мы с вами ушли в консолидацию в рамках фазы накопления. И второе. Окей, предположим, у нас формируется двойное дно. Зачем вы призываете людей вставать в шорт? Данный паттерн отыгрывается исключительно по факту формирования данной фигуры. И, соответственно, торгуется он на высоту от самой нижней поддержки до самого ближайшего сопротивления. И шортить данную фигуру, потому что вам кажется, что сформируется двойное дно, но это, блин, глупо. Вообще, довольно частое заблуждение на рынке, то что рынок должен будет двигаться таким образом, как вы себе это представили. Но вначале, даже если пользуетесь классическим теханализом, дайте этому паттерну сформироваться и уже от него торгуйте. Нельзя так придумать и переносить на другие головы это. Лично мое мнение о глобальной ситуации. То, что мы сейчас с вами находимся в нижней зоне фазы накопления, глобальной фазы накопления, о которой я говорил неоднократно, что подтверждает стахастический осциллятор, причем на дневных таймфреймах. А на дневных таймфреймах это довольно мощный инструмент, учитывая то, что, в принципе, у нас особо сильных спекуляций не было. И все это время мы находились с вами в боковике, во флете. На стахастике у меня стоит полка 20. Объясняю, мы сейчас торгуемся вне тренда в боковике. Соответственно, когда идет восходящий или нисходящий тренд, там ставятся другие значения, от других значений отталкиваются. В боковике лучше всего ставить 20, может даже чуть ниже. Глобально на данной стадии актив явно перепродан, и откуда из всех щелей полезла цена 2800 долларов, я понять не могу. Либо это чья-то больная фантазия, либо я что-то упускаю. Делитесь своим мнением в комментариях. Что касается фундаментального фона, то тут тоже ничего особенного нет. ИЕК признает высокую степень вероятности влияния криптоактивов на макроэкономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе. И поднимаются вопросы регуляции. И ВТБ запатентовал свою блокчейн-платформу для осуществления операционной деятельности на смарт-контрактах. И биржи объединяются. И новые национальные валюты создаются, в принципе, чем плохой новостной фон. Отсюда мы можем сделать вывод, что новостной фон нейтральный, даже с большим оттенком позитива. Да, актив сильно манипулируемый, но лично я вижу ситуацию таким образом, что даже сейчас его спекулятивно начнут лить вниз, все равно его очень быстро откупят. И вероятность увидеть уровень 3800-4100 у нас гораздо выше, чем пробить там 3000 долларов. Ну и в принципе, гораздо выше даже, чтобы просто прийти к этому уровню. Чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик. Работаем!